здравствуйте здравствуйте и процветайте дорогие человеки земли на канале раиса горяченко дача сад и огород и цветы очень важная тема я хочу развенчать миф о том что у инжира нет болезней и вредителей но я об этом тоже думала три года назад когда начинала его выращивать и три года у меня действительно практически я не видела никаких болезней никаких вредителей собирала такие красивые плоды сушили варили варенье много свежего ели и даже не подозревали то что может быть такое вот с нашим инжиром что произошло в этом году в середине июля вот начали появляться вот такие плоды как раз стали поспевать первые плодики и вот они почти что в большинстве процентов 70 были поражены вот такими какими-то интересными рисунками когда я стала разрезать и смотреть внутрь то это скорее всего похоже на работу совки как совка с одной стороны это вот минирующая муха может так быть а с другой стороны все-таки нашла плоды уже сейчас нахожу кто что внутри но вредителей я так и не нашла что это такое пока не знаю но то что это работает как вот здесь очень хорошо видно как минирующая муха то есть под кожицей проходит и видимо очень быстро вылетает как муха сока этот процесс у нее дольше идет я сколько наблюдала старалась найти ничего не нашла до сих пор и даже вот здесь уже зеленый плод казалось бы уже урожай у нас в основном собран вот но вот иногда вот такие появляются плоды к сожалению я не знаю кто это делает но это вот происходит ну вредители можно и назвать поклёвы сладкого спелого инжира это птицы клюют но это больше вина наша мы не собрали вовремя они клюют очень спелый инжир вот один медовый просто он вот эти ягоды но два три две три ягодки где-то на дереве я так где-то месяц назад вот на некоторых листьях стали появляться особенно на молодых вот такие как бы поклевы листьев но вот гусеницы это скорее всего как раз отлаживала яйца американская бабочка или белянка но вот кто-то из вредителей но вредитель не выходил он там и засушивался то есть растение все-таки пыталась спасти себя и эти вредители погибали вот еще очень интересное вот он этот вредитель хорошо виден вот в белой пленочке он засох растение себе защищает инжир очень сильное растение и считается что именно инжир под ним ничего не спит человеку нельзя спать отдыхать и я заметила что даже кошки там не ложатся и нет вот еще очень интересный экземпляр листья превращены в решето но вредители все равно не вышли они пытались грызть и там прямо вот сухие трупики от этих вредителей растение себя все-таки отстояло и с обратной стороны тоже видимо было яйцокладка но от этих вредителей остались просто сухие трупики больше ничего это что касается вредителей вредители есть миф о том что это растение очень легко выращивается и на нем не будет никаких вредителей и болезней я развенчиваю еще и потому что есть и болезни это грибковые заболевания я увидела в этом году когда шли дожди на нескольких ягодах вот черные такие как бы 5 ягода которые уже поспевает имеет вот такие пятнышки вот она так выглядит но их пока очень мало потому что у нас все-таки сухой воздух и установилась абсолютно сухая погода после 7 августа практически не было ни одного дождя вот поэтому это заболевание больше связано с влажным воздухом а так как мы поливаем основательно очень редко где-то два раза в месяц то и эмульчируем почву этой проблемы особо мы не боимся хотя понимаю что нужно уже также будет обрабатывать инжир и для профилактики от заболеваний на канале раиса горяченко дача сад огород и цветы была очень важная и интересная тема тема о вредителях и болезнях любимца инжира который мы очень очень любим это очень вкусные плоды очень ценные плоды невероятно вкусные и с них готовим чего только мы не готовим заготовки на зиму делаем это урожайная ягода и урожайное дерево и поэтому все равно что бы ни было их надо защищать будет найти все таки вредителя я его все равно найду того кто это делает и естественно дальше выращивать укрывать и ухаживать за этими деревьями это растение стоит того чтобы за ним ухаживать чтобы его выращивать и чтобы наслаждаться плодами божественно вкусными плодами инжира на этой позитивной ноте как всегда я вам говорю пока пока всего вам доброго хороших здоровых вам растений и прекрасного настроения мира и добра когда уже фильм был смонтирован рано утром решила еще собрать инжир для того чтобы посушить и вот я кого нашла на некоторых ягодах сидели вот такие мушки вот они эти мушки и после того когда они сидели они оставляли какие-то белые пятнышки после себя потом вот этого зверька нашла ну и похоже на клопа черепашку но это какой-то клоп черепашка новые такого я еще не видела то есть у нас появляются все новые и новые какие-то вредители которые вот все жуют грызут и портят вот эти ценные плоды они просто не созревают так что вот воочию я увидела уже есть вредители нашла их название еще не знаю но это похоже именно на муху клопа черепашку но этого вредителя не знаю он такой твердый еще и кусочий что ж будем разбираться изучать и дальше нам ли быть в печали мы ведь все время ищем и находим то что нам надо найдем и способ и защитить наш инжир и и и и и и и